Добрый день! Моё видео, скорее всего, для видеоблогеров, у которых есть свой канал на ютубе. Я вам расскажу, как стать популярным на ютубе. Это, можно так сказать, даже как инструкция пошаговая. И каждый пункт из этой инструкции, обратите внимание, очень-очень важен. Не пропускайте ни одно слово, ни один пункт мимо. Не думайте, что это не важно. Это очень важно. Когда я только открыла свой канал, я думала, что подумаешь, снимаешь видео, заливаешь теги, потом поставить можно еще что-то, описание, еще что-то. То есть, прям снял, залил сразу, тут же, и тут же у тебя будут просмотры. Нет. Если вы в течение суток не сделаете все эти шаги, если вы, и именно при заливке видео, если вы где-то сутки двое максимум, то потом уже это все бесполезно. То есть, просмотров у вас все равно не будет на... Ну, будут, может быть, просмотры только в том случае, если у вас очень большая аудитория, и у вас супер популярный канал, такой супер эксклюзивный, супер интересный. Но если канал, так скажем, ну, среднестатистический, ну, интересный, конечно, но не настолько, вы еще не успели наработать такую аудиторию огромную. Поэтому эти пункты очень важны, очень просто обратите внимание. Здесь видео будет достаточно, наверное, длинным, где-то, может быть, минут на 15, может быть, побольше. Досмотрите до конца. Если нетрудно, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. А лучше добавьте мое видео в избранное, чтобы не пропустить дальнейшие видео, чтобы всегда оно у вас сохранялось в вашей коллекции, чтобы вы могли его пересмотреть. Потому что информации я дам много. Ну, как много? Нормально, достаточно. И, может быть, что-то вы подзабудете, можете пересмотреть и учесть все эти нюансы, про которые я вам сейчас расскажу. Так, итак, начнем. Пункт первый. Первым пунктом идет название видео. Также ключевые запросы. Для того, чтобы попасть в топ, сейчас я вам покажу наглядно, так скажем, при заливке видео, вы выбираете название. Название очень важно. Важно оно чем? Сейчас я вам расскажу. Чтобы видео сразу же попало в топ, если оно в топ не попадет, то все, потом уже просмотров у вас не будет. Вам нужно сделать такое название. Во-первых, оно должно быть интригующим. В то же время оно должно быть по теме. Вы должны рассказать то, о чем в вашем видео. Но, помимо всего этого, этого мало. Название должно, ключевое слово должно повторяться два раза. То есть, если... Ну, сейчас я приблизительно вам скажу, чтобы вы поняли, о чем я говорю вам. Вам нужно будет открыть программу Wordstat на Яндекс.ру. Это программа для подборки ключевых слов. И она показывает... Это поиск в Яндексе, который показывает, насколько популярно ваше название, ваше видео. Там нужно выбрать, вбить подходящее слово и выбрать то название, которое вам подходит, но которое самое популярное. Это то слово или тот набор слов, та фраза, которые больше всего запрашиваются на Яндексе людьми. Все ссылочки на программы и на какие-то там сайты, которые вам нужны, я вам дам под видео. Можете в описании найти их. Например, я вот даю вам такой пример. Вот у меня видео, как найти свое фото в Google и узнать, на каких сайтах оно используется. Вот в этом названии... Здесь немножко у меня длинноватое название, но можно было, конечно, покороче. Но вот смотрите, здесь основные слова – это фото и Google. То есть для того, чтобы два раза повторить, нужно... Ключевое слово нужно повторить в названии два раза. То есть вы можете первое написать, как найти свое фото в Google. И вторая фраза в названии у вас тоже должна быть со словом Google. То есть слово должно ключевое повторяться два раза в названии. Затем, когда вы уже выбрали название видео, когда вы уже загрузили его, ну, конечно же, нужно снимать качественные видео, интересные. То есть, естественно, неинтересные видео, они не станут популярными. И их посмотрят там, ну, несколько человек, и все, и забудут про них. Если люди не будут ставить лайки, если люди не будут добавлять видео, делиться в соцсетях, то успех как бы не очень будет. Также, когда снимаете видео, обязательно призывайте своих подписчиков к активности. Обязательно в начале видео, желательно в начале, ну, можно, конечно, и в конце, но желательно в начале, призывайте, чтобы люди ставили лайки, подписывались, нажимали на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить видео. Ну, это вы знаете. Вот. И также, чтобы люди делились этим видео в соцсетях со своими друзьями. Длина видео, конечно же, должна быть не длинной. Длинные видео никто не досматривает до конца, поэтому рейтинг ваших видео будет падать, если ваши подписчики не досматривают ваше видео. Длина видео где-то должна быть 3-7 минут, чтобы человек смог досмотреть до конца. Тогда это видео будет подниматься в рейтинге и попадет в топ. Следующий пункт. Название файла и название видео. Название файла, с такого ресурса, с которого вы загружаете, телефон или компьютер, должно совпадать с названием видео в ютубе. Это обязательно. Если у вас, например, видео называется «Вкусная окорочка в аэрогриле», то на компьютере у вас тоже должно быть это название в этой папке. Название этого файла. Обязательно после того, как вы загружаете свои видео, вы должны свое видео добавить в избранное. Именно в избранное. Тогда видео поднимается в рейтинге. Если оно в избранном, если даже люди, которые смотрят ваши видео, добавляют в избранное, если вы добавляете в избранное, то рейтинг видео повышается. Теперь следующий пункт. Очень важно это описание к видео. Описание. В описании должны быть те же слова, что и в названии. А также, это очень важный нюанс, акцентируйте, пожалуйста, свое внимание на этом. А также ссылка на ваш сайт обязательно должна быть. Также призыв к активности подписчикам. То есть, может быть, даже должна быть ссылка на кнопку подписки. Это будет даже еще лучше. Также, ну, например, если у вас там, допустим, кулинарный канал, и вы хотите призвать своих подписчиков увидеть ваши видео, подписаться на канал, то вы можете сделать такой призыв, например, Хотите посмотреть больше роликов про приготовление тортов, допустим, проходите по этой ссылке. То есть, ну, где-то приблизительно это должно так выглядеть. То есть, призыв к активности зрителей. Ну, ссылочки, естественно, должны начинаться, сами понимаете, хттп, то есть, двоеточие, и, то есть, ну, сами понимаете, как называется, начинается ссылка. Именно ссылка должна быть полной. То есть, она должна начинаться именно с этих букв. Также очень немаловажно, чтобы описание было индивидуальным. То есть, описание у вас должно быть такое, которое никогда не использовалось другими зрителями, ой, другими блогерами на других видео. То есть, вы должны какое-то оригинальное название придумывать, не повторять другие описания. И также используйте сервисы, фриланс-услуг, которые, чтобы выбрать описание и название. После описания видео, еще немаловажный пункт, обязательно должна быть ссылка также на ваш канал, и на ваше видео, еще раз. А также ссылочки на ваши соцсети. Обязательно у вас должны быть соцсети с подписчиками. и кнопочка призыва, кнопочка подписаться. Вот, также обязательно у вас должны быть подключены соцсети. Это Twitter, Facebook и ВКонтакте. То есть, ссылочки на эти соцсети вы должны обязательно указать в описании под видео. Так, дальше. Ну и, а также призывать зрителей в описании тоже в конце к лайкам, комментариям. Вот, это тоже не забывайте. Следующим пунктом нужно делать временные метки. Есть такой ресурс. Тиммистемпс называется. Я вам напишу под видео ссылочку, вернее, название. Нужно делать временные метки. Обязательно, следующим пунктом, обязательно нужно делать субтитры. Дальше, следующий пункт, превью. Ну, превью, вернее, превью, вы знаете, наверное, что это такое. То есть, это заставка перед каждым видео. Вот. Превью должно быть интересное, не длинное. Ну, максимум секунд 15. То есть, длинное превью люди не любят смотреть. Это имейте в виду тоже. Длинное делать не надо. Но оно должно быть без резкой музыки, без каких-то там вызывающих элементов. То есть, это должно быть очень приятное, чтобы, ну, располагающее к просмотру видео. То есть, и в то же время интересное. Ну, превью, да, про превью я сказала вам. Для того, чтобы выбрать правильные теги под видео, это тоже немаловажно. Есть специальный ресурс, вид.айкью называется ком. Тоже ссылку, вернее, название я вам напишу под видео. Следующее. Очень важно, чтобы люди, которые смотрят ваши видео, ваши подписчики, лайкали это видео в течение двух дней после заливки видео на канал. От этого повышается рейтинг. Если важна именно эта активность в течение двух дней. Также, чтобы люди писали комментарии в течение одного-двух дней максимум. То есть, ну да, это хорошо, если потом люди тоже будут там общаться под вашим видео, писать комментарии, то есть, развивать какие-то темы. Ну, естественно, конечно, там не ругаться, там не хитить, а писать какие-то доброжелательные там комментарии. Это тоже хорошо, но очень важно, именно на рейтинг влияет то, чтобы комментарии писали в течение одного-двух дней после заливки видео на канал. Так, дальше. Ну, в принципе, наверное, это все. Вот 20, по-моему, пунктов я вам дала очень важных. Этот пункт, каждый из этих пунктов, каждый из этих слов очень важно. Имейте это в виду. Это нельзя упускать ничего из этого, потому что от этого зависит, сами понимаете, рейтинг видео топ. Вам нужно, чтобы самое главное, ваше видео ушло в топ. Если оно уйдет, оно будет набирать очень много просмотров. Если оно не уйдет, то все. Видео остановилось, можно сказать, вы его сняли зря. Ну, зря, не зря, не знаю. Если у вас много подписчиков, конечно, они могут смотреть, но вам самое главное, чтобы ваши видео попадали именно в топ. Ну, а сейчас я вам под видео дам ссылочки, опять же, напоминаю, следую совету своему же, который я вам давала. Напоминаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, добавляйте видео в избранное, чтобы вы всегда могли его пересмотреть, не потерять. И делитесь в соцсетях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А ссылочки и названия я вам дам на все сервисы, фриланс-сервисы, также сервис для подборки ключевых слов в Яндексе, для просмотров, где можно просмотры свои легально, так скажем, приобрести, дать старт своему видео, если вы хотите. Также там люди могут комментарии, подписчиков набрать, ну, в общем, сами знаете, наверное, про эти сервисы, сайты такие есть, существуют. Я вам оставлю название под видео, смотрите, если кому интересно, и пользуйтесь. Я вам желаю удачи, я вам желаю много просмотров, я вам желаю много подписчиков, ну, и популярности на видео, конечно же. Всем до встречи на моих видео, всем пока!